Приветствую, друзья. На съезде «Единой России» Путин назвал тех, кого партия должна поставить на выборах во главе федерального списка. На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, скажем, должен выглядеть таким образом. Это на самом деле очень забавно, потому что Путин даже не состоит в «Единой России», а тем более не занимает в партии каких-то официальных постов. Но федеральный список почему-то определяет именно он. Председатель партии Дмитрий Медведев претендовал на первое место в списке, но не получил его. То есть формально беспартийный Путин не дал официальному председателю партии возглавить предвыборный список. Это, конечно, совсем абсурдно и лицемерно, но в целом соответствует сути «Единой России». На первое место в федеральном партийном списке Путин предложил министр обороны. Это Сергей Кужевич Шойгу, один из основателей партии. Пропагандисты сразу заговорили об обновлении партии. «Единая Россия» вновь берет курс на привлечение новых лиц. Обновлено более 50% партийного списка. Но тут все проще. Путин в кои-то веке честно сказал, что из себя представляет «Единая Россия» и почему за нее не надо голосовать. Ведь если задуматься, то Сергей Шойгу – это отличный символ «Единой России». Вот кто такой типичный единоросс? Чем он характеризуется? Ну, обязательно живет непосредственно. Имеет очень талантливого в бизнесе родственников. И главное, что умеет поддерживать Путина. Ну, без сомнения, зарабатывает на государстве. Врет избирателям. Не верите, что все это символизирует бравый министр обороны? Давайте пройдемся по пунктам. Тем более это будет легко сделать. Коллеги из открытых медиа как раз выпустили большое расследование о семейном бизнесе Шойгу. Начнем с образа жизни, а точнее с недвижимости. Кстати, недвижимость министра обороны стала первым случаем удаления сведений из Росреестра. Это произошло после того, как ФБК в 2015 году рассказал о рублевских владениях Шойгу. Сейчас получить информацию о недвижимости семьи министра обороны непросто. Поэтому, вероятно, открытые медиа нашли не все. Но даже то, что отыскалось, поражает воображение. Вот посмотрите на эту картинку. Недвижимость, которой владела семья министра обороны в разные годы, оценивается в несколько миллиардов рублей. Это очень большая сумма для любого человека. Даже для крупного бизнесмена. Но для семьи чиновника это совершенно запредельная собственность, которую невозможно объяснить никакими легальными доходами. Понимаете, почему Дума так и не ратифицировала статью 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией? Конечно, семья министра обороны попыталась создать видимость легальности своих богатств. Для этого они пошли обычным путем чиновника-единороса. Назначили одного из членов семьи гениальным бизнесменом. В случае Шойгу выбор пал на его младшую дочь Ксению. Достоверность такой легенды немного подрывается нежным возрастом бизнесмена Ксении Шойгу и некоторыми деталями и финансовыми показателями ее бизнеса. Когда представителей власти волновала хоть какая-то достоверность? Что с того, что дочь чиновника Ксения Шойгу уже в 20 лет покупает себе квартиру стоимостью в 55 миллионов рублей? Разве тяжело в это поверить? Кто из нас студентам не покупал роскошных квартир? Тем более, если вы гениальный бизнесмен. Почему я постоянно использую термин «гениальный бизнесмен»? Сейчас объясню. Активы семьи министра обороны, которые записаны на Ксению Шойгу, собраны в компании Capital Perform. А ключевым активом Capital Perform является компания Consortium Energo Resource. Выручка этой строительной компании с 2018 года превысила 2,6 миллиарда рублей. Бог с ней с выручкой. Чистая прибыль составила 2,1 миллиарда рублей, а дивиденды 1,5 миллиарда. То есть прибыльность составила 80%. Слушайте, я в бизнесе с 1986 года. Имею за плечами крупный бизнес, очень крупный бизнес, и несколько компаний, чья капитализация перевалила за миллиард долларов. Да мне не надо было бы никакой юкос из руин поднимать, если бы у меня такая ориентабельность где-нибудь была. Мне кажется, даже продажа запрещенных статьей 228 веществ такую прибыльность не дает. А уж выжить такую прибыль из строительного бизнеса, я же говорю, гениальный бизнесмен, ну или бизнесвумен. И, конечно, когда человек так хорош в бизнесе, к нему так и тянутся родственники других чиновников, ну и крупные бизнесмены тоже. Посмотрите на схемы бизнеса младшей дочери Сергея Шойгу, составленную открытыми медиа. В партнерах у Ксении Тимченко, Дерипаска, Евтушенков, Зять Золотова, Газпром, Роснефть, ВТБ, правительство Москвы и Московской области Санкт-Петербурга. И, конечно, все эти бизнесмены и чиновники ведут дела с Ксенией исключительно в силу ее предпринимательских талантов, а не за близости Сергея Шойгу к Путину. Хотя, безусловно, Шойгу к Путину близок. Можно сказать, даже поддерживает Путина. И на хоккей поддерживает, и на рыбалке, и когда за грибами ходят. Ну и на словах поддерживать не забывает. Сергей Кожугетович Шойгу – образцовый единоросс. Вот спросите себя, какие взгляды у Шойгу на социальную политику? А на налогообложение? А на экономику? А на внешнюю торговлю? А на бизнес? Тяжело ответить? А ведь это разговор про лидера партии на выборах. А теперь спросите себя, поддерживает ли Шойгу? Путина. И вот здесь у вас сомнений не будет. Конечно, поддерживает. И в этом он плоть от плоти единой России. Никаких взглядов, кроме поддержки власти. И нефть, и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. И мы его должны защитить. Зато такая позиция неплохо монетизируется. Безусловная поддержка действующего главы государства позволяет семье Шойгу неплохо зарабатывать на этом самом государстве. Ксения Шойгу курирует проект «Остров Кронштадт» с многомиллиардным государственным финансированием. А проект «Дочери Шойгу. Гонки героев» удивительным образом использует инфраструктуру военного ведомства и постоянно получает поддержку Министерства обороны. Да и остальные бизнес-проекты семьи Шойгу так или иначе завязаны на государство. То губернатор Подмосковья землю выделит на Рублевке, то в партнерах крупнейший получатель госконтрактов. В общем, все как у классического чиновника-единоросса. Путин как специально предложил во главу списка «Единой России» человека, олицетворяющего основные пороки партии власти. Он как будто намекает нам, говорит, «Ну, знаете, не могу агитировать против ядра прямо, но вы же не будете голосовать за партию с таким первым номером». Ведь этот первый номер имеет необъяснимые доходы, которые зарабатываются якобы на успешных в бизнесе родственников, а извлекаются на самом деле из бюджета и за счет близости к Путину. А еще этот первый номер списка прямо сейчас вводит избирателей в заблуждение. Как вводит в заблуждение? Да очень просто. Шойгу стоит первым номером в партийном списке «Единой России» на парламентских выборах. Но вы ведь понимаете, что ни в какую думу он, конечно, идти не собирается. Это трюк, это попытка продать избирателю непопулярную партию, поставив в список министра самым высоким из министров рейтингом. Но этот трюк на самом деле служит правильным целям. С помощью этого трюка Путин как бы говорит нам, «Мы вам врем сейчас, будем врать и в Думе тоже». Мы ставим во главу списка министра обороны, который живет непосредством, извлекает ренту из бюджета и за счет близости к президенту, и записывает богатство на родственников. И мы уже особо это не скрываем. Как реагировать на эту неожиданную откровенность? Ни одного голоса за поддерживающих новый срок Путина. Зайдите на наш сайт, ознакомьтесь со списком кандидатов на вашем участке. И если видите, что кандидат поддерживает продление власти Путина, смело голосуйте против. Если на вашем участке есть однозначно приличные люди, шансов на это крайне мало, ну, вдруг, голосуйте за. Нет таких? Посмотрите на рекомендации умного голосования. Спасибо коллегам из открытых медиа за расследование про бизнес родственников Шойгу. Читайте полный текст по ссылке в описании. И спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам!